I have ways of blowing things off. Или что, надо поиграть. И может в это поиграть самому, понять, что это такое. Может все-таки поиграть вместе с вами. Чтобы мы все вместе поняли, что это такое. Рекомендации у этой игры очень высокие. Steam просто ее захваливает. Ну, насчет Steam у нас был один единственный раз, когда он нас немножечко обманул. Рекомендации были насчет, если вы помните, Tomb Raider. Там игра была отвратительная. Но здесь почему-то я склонен верить. То, что игра очень хорошая. Оценки у нее очень высокие. Я думаю, что нам нужно посмотреть на нее. Давайте сразу вот новую игрушку клюкнем, клякнем. Мыслитель. Невероятно умен. Плохо в обращении с людьми. Знает много интересных фактов. Мысль нестандартна. Пока что мне это более-менее нравится. Medium. Имеет развитые психологические способности. Обаятельные, но неуравновешенные. Может начать терять рассудок. Ого! И спортсмен у нас есть. Кстати, спортсмен выглядит совсем как... Нет, но это, кстати, все один и тот же человек. Насколько я понимаю. Просто его разные... Ну, то есть, посмотрите. Нос, борода, черты. Выглядит, как будто это один и тот же человек. Просто вот по разным жизненным путям пошедший. Отлично развит физически. Взаимодействует с окружающим миром. Использует свое тело исполнительный... Ну, тупой. Это стереотипы про спортсменов, да, если чё? Ай, ладно. Значит. Внутренняя империя. Что такое внутренняя империя? Мне об этом не расскажут. Создать своего персонажа. Я, наверное, не буду создавать своего персонажа. Потому что это, скорее, рассчитано на то, что человек уже прошел игру и уже точно знает, что ему нужно. И что он хочет вкачивать, да? Причем, смотрите, и медиум, и спортсмен. У них интеллект на единичку. Они оба, по сути, тупые, наверное, да? У медиума и спортсмена у них разница в пси. Пси, я так понимаю, что это какие-то сверхъестественные возможности. И мод это мотивация, скорее всего. Да? Я бы, на самом деле, взял бы мыслителя. Чувак с хорошими интеллектами, с хорошей мотивацией. Интересно, смогу ли я дальше качнуть что-нибудь еще. Так-то мне еще медиум нравится, но мне не нравится, что у него один интеллект. Ну-ка. Ваша способность рассуждать. Окей. Тут можно почитать про возможности. Супер-супер. Погодите. Логика. Энциклопедия. Риторика. Драма. Психика. Ваша способность влиять на себя и окружающих. А, это психика. А, не... Понятно, все. Внутренняя империя. Я не знаю, что такое внутренняя империя, если что, ребят. Вот это вот координация, энциклопедия. Тут бонус к энциклопедии один. Кстати, мне кажется, что бонус плюс один дают... А, нет, здесь вон за физиология. Но не пять очков. Я подумал, что какой-то бонус дают, когда плюс пять чего-то. Но здесь вот, например, координации четыре и плюс один. Я пойду за мыслителя. Посмотрим. Надеюсь, я об этом не пожалею. Не знаю, как это все отразится. Потому что я не знаю, какой будет геймплей. Насколько часто я буду вступать во что-то, в какие-то... Так, ладно. Демоны и ярости живут в зеркалах. Они здесь как дома. Даже в самой прозрачной воде можно утонуть, если она... Блин, потом почитай на записи. Вы-то уже прочитали, наверное. Поехали. Нет ничего. Только теплая, премиодиальная черная. Древний рептимный мозг. Ты осознан, для людей, зимы. Никто крупнее, чем единственный грань молча. Ты уже не должен делать ничего. Наверное, надо твой голос сделать потише. Нет ничего. Лишь теплая, первобытная тьма. В ней бродит твое сознание. Оно не тяжелее ячменного зернышка. Все. Тебе нужно... Тебе не нужно больше ничего. А что за рептильный мозг? Ну, ладно. Никогда. Никогда. Совсем никогда. Да. Я... Ой, я могу с этим поговорить. Просто не существовать дальше. Игра предоставляет мне выбор. Просто не существовать дальше. Теплая, первобытная тьма. В ней бродит твое сознание, но не тяжелее. То есть, в принципе, сознание не надо развивать и ум не нужен. Просто перестать существовать. Ладно. Вообще совсем никогда. Вообще совсем никогда, дядка. А-а-а-а, блин. Просто не существовать дальше. Жалко, что нет озвучки. Погодите, ребят. Тут нет меню паузы. Я хотел сделать голос чуть потише, чтобы я мог читать в это время. Проходит запредельное количество времени. Оно полностью лишено страданий. В нем нет бывших жен. Да ладно! Это называется рай. Знаете? Шикарно! Кого-кого бывших? Ну, я не знаю. С точки зрения персонажа, он, конечно, не знает, что это. С точки зрения меня... Я не знаю, за кого играть. За себя или за персонажа. Шикарно! Более чем. Еще, еще давай. Лови, братишка. Ничего, 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 ничего. Оно ничего. Ничто фаршировано и ничем с приправой из ничего. Плесни-ка еще чуток сладкого забытия. Чуток сладкого забытия. Прошу, легкого пути. Олонсу. Поехали. Я не знаю, что это Олонсу. Может, на французском. Не знаю. А теперь я хочу сойти. Я люблю боль и жгучий свет, и хотеть отлюдить того, что они хотят мне давать. А разница между этими... Поехали куда? И хочу сойти куда? Ночной поезд в село, гребись оно конем. Билет в оба конца, до тишины, пожалуйста. Давай-ка сгоняем древний остров Зеро. Гляди, я вот устал быть такой вот тварью, а город... И город... Они пофигли. Я не знаю, в чем прикол. Ладно. Не хотите ли улучшить билет до билета в один конец? Не замолкай, пой-пой-пой, спой мне песнь сперти. Нет, стой, мне нужно не это. Мне нужно... Унижаться... Что здесь происходит? Песнь смерти сладка бесконечная. Но что это? Где-то воспаленного пухшим человеческом вокруг тебя... Человекомяси вокруг тебя, ощущение. Твое сознание липнет к нему, как муха к мёду. Заводится, тарахтит. Обремененная конечностями машина боли и унизительных страданий. Она жаждет идти по пустыне, страдать, тосковать, танцевать. Диско! Моя мать, моя женщина, там ниже, на шею голова присажена, я внутри неё. Хватит, не хочу больше от чего об этом знать. Ощущения верни меня бесформенные. Ну, то есть мы сейчас, я так понимаю, описываем процесс рождения, что ли? Изо рта твоего разит алкоголь. За воню приходит чудовищная головная боль. Какая тварь так поступает, собственно, ртом. Во-во, кстати. Очередка пронзает огненная полоса, принесет открыть глаза. Это звук. Ацкий горн. Ты откуда знаешь, что это... Мотокарета. Купри Кинемо. Кинемо. Ого, это тюрьма, наверное, какая-то. Ну, открываем глаза, поехали. Звук меня уже начинает потихоньку убивать. Хо-хо-хо-хо-хо. У нас галстук на вентиляторе крутится. Ночка была явно весёлая. Ой, блин, как фигово-то, да? Вот вам, ребята, урок. Никогда не пейте. Сейчас я попробую звук поднастроить. Я сделал голос озвучки немного потише. Посмотрим, как это всё будет. Так. Ну, это явно... Большая бутылка красного командора. Совершенно пустая. Я могу приближать, отдалять. Хорошо. Похоже, кто-то вырвал плёнку, пока играла песня. А, у меня есть предметы. Вот, у меня есть плёнка. Пустая катушка. Зачем оно мне? Ох, тут, блин, сложно всё. Погодите. Катушечный магнитофон всё ещё включён, но плёнки в нём нет. А может быть... А как мне применить-то? Погодите. Там же, наверное, как-то можно применить. Оп. Вонять здесь просто неописуемо. Эпитетом, который приходит в голову, позавидовал бы любой поэт. Ммм... Рад за вас, батенька. Ладно. Ванна заполнена бутылками из-под вина, пива, ликёра. Блин. Явно прошлая ночь была не самой здоровой, да? В нашей жизни. А ну, взять всё. Зеркало. Над кривой, над треснутой раковиной висит зеркало. В порыве яростной мускулинности кто-то оторвал один из вентилей. Яростный. Концептуализация. Сложно, сложно. Успех. Ого. Не то ли это, что, сметая на своём пути, мелочи жизни, возводит империи и стирает города в пыль? Что это за размышления с самим собой? Ладно. Посмотрите на эти образы. Логика. Сердце. Успех. Да не, вряд ли. Зеркало. Я разговариваю с логикой? Это я ещё могу понять. Я разговариваю с зеркалом? Что? Из оставшейся от вентиля трубы бьёт горячая вода. Зеркало запотело, ты не видишь себя, лишь смутные очертания человека. А, ну это такое. Вдруг ты понимаешь, что не помнишь, какое лицо должно встретить тебя под покровом пара. Протереть зеркало. Давайте посмотрим. Зеркало. Ты медленно протягиваешь руку к зеркалу. Лучше побыстрее с этим покончить. Протереть зеркало. Может получше. Может лучше сперва его ощупать, убедиться, что всё нормально. Да, потому что мы можем поцарапаться осколком, если оно разбито. Погодите. Всё совершенно точно ненормально. Что? Что нормально? Да ладно. Не может быть такого. Зеркало. Даже не знаю, с чего начать. Тут опухло. Там вздулось. Будто у тебя под кожей диванная набивка. Только из спирта. Шикарное описание просто. Уверен. Всё нормально. Ну, хотя за ком всё нормально. Мне страшно. Я хочу остановиться. Вот теперь протереть зеркало. Ха-ха-ха. Какой красавчик, блин. Ох. Узри. Вот. Да-да-да. Да ты же понятия не имеешь, что перед тобой за хреновина, а? А-а-а. Пресвятые уходники, что это? Имею, конечно, суперзвезда какая-то, да? Думаю, я суперзвезда. Лицо запойного алкоголика. Ну, нос красный так-то. Да. Чтобы не покойника. На лице отчетливо наблюдается Ригар Мортис. Это трупное каченение? Или что? Что Мортис? Это что-то со смертью связано. Или погоди. Какое-то выражение. Ты этим лицом корчишь какую-то гримасу? Зачем? Её не корчь, а она сама корчится. Прекрати, пожалуйста. Это невыносимо. Ты сам себя пугаешь. Ладно. Боже, ты не можешь прекратить. Это уже несознательное действие. Ухмылка так впечаталась в лицо, что теперь её не отодрать. Что она хоть значит? Какую эмоцию ты пытаешься выразить? Суперзвёздную? Ну-ну. Не знаю. Неописуемая. По-моему, это гримаса с завыванием... А, с зазывным намёком. Боюсь, он для дам. Боюсь, она для дам. Кстати, вот эта гримаса, да, может быть, что заслуживает её сочувствия, по-моему. Вот это очень похоже, кстати. Пожалуйста, пообещай себе, что ни при каких обстоятельствах не попробуешь показать это дамам. Обещаю, обещаю соврать. Ладно, обещаю. О, я экспо получил. Энциклопедия. Внушительно. 13. Нырнуть в пучины разума в поисках источника гримации. Электрохимия невозможна. Попытаться остановить процесс формирования гримасы. Это я могу выбрать... А-а-а! Это мои скиллы, типа. И шанс успеха, что ли? То есть, равные шансы 58, шанс низкий. Ну, у нас же по электрохимии успех 6, провал 1. Что вообще, как это происходит? Так, ладно. Давайте в энциклопедию. Неудача. Оставляем зеркало в покое. Так, ладно. Это довольно интересная механика игры, кстати. Пустая катушка. О, я рубашку одел. Она сама, кстати, оделась. Прикольно. Здоровье 2, Боевой Дух 1. Я не знаю, как здесь устроено здоровье, но почему-то Здоровье 2 дает мне некий намек, что, наверное, не надо ни с кем драться пока что. Галстук забери. Потолочный вентилятор. С вентилятора свисают два выключателя цепочки. На конце одной изображен еще один крошечный вентилятор, на другой лампочкам. К одной из лопастей прицепился в истину кошмарный галстук. Эквилибристика. Среднее. Схватить галстук. Высокие шансы. Я верю, что у меня получится. Неудача. Ты тянешься за галстуком, но что это? По всей груди разливается боль. Тебя окатывает чувством нарастающего отчаяния. Офигеть, больно-то как? Вы что делаете? Блин, вот прикиньте, сдохнуть, пока пытаешься снять галстук с вентилятора. Это было бы печально. Ох, чашка, будто у тебя в груди трется гривой. Трется гравий, не давая пошевельнуться. Долго трется. Все продолжает. Пожалуй, уже пора волноваться. Наконец, давление ослабевает. Весь покрытый, испаренный. Ты стараешься не шевелиться. Может, хоть так не умрешь. Техника, знаешь, что вентилятор... Знаешь, что вентилятор... А, знаешь что? Останови вентилятор и попробуй снова. Проще будет. Потянуться... Давай, если хочешь сдохнуть... А, мне техника и стойкость, смотрите! Техника говорит, останови вентилятор, будет проще. Стойкость говорит, давай, если хочешь сдохнуть. Отвечает колющая боль в груди. Ты так на волоске. Давайте я остановлю вентилятор. Потолочный вентилятор... Лопасти со скрипом останавливаются. Теперь достать галстук будет проще. Теперь эквилибристика шанс 97%. То есть, у нас все равно остается 3% на то, что мы не сможем снять галстук с остановившегося вентилятора. Вы серьезно, блин? Это страшно. Ну, давай. Эквилибристика! Да! Ловким движением вы хватаете галстук. Хоба! Он отцепился от лопасти. У тебя в руке выстил тошнотворный галстук. На нем 4 или 5 разных узоров. Узел смахивает на висельный. Вот эти споры с самим собой. Я смогу. Нет! Не сможешь. Так, это мы прочитали. Давай... Знаете чем? Мне кажется, включать лампочку в его состояние. А то его сейчас убьет. Ну, ладно. Давайте попробуем. Чудовищная ошибка. Немедленно выключи свет. Такое ощущение, будто фонтаны прожигают тебе дыру в мозгу. Да, выключаем. Я же говорил, что в его состоянии включить лампочку это будет ошибка. Наверное, нужно больше слушать свою логику. Так, одевай штаны. Спасибо. Восприятие. Динь-динь. В кармане твоих клишей звенят ключи. Клише. Ну, типа... Выудить их. Получим предмет. Восприятие. Слух. Короче, вот это вот. На восприятии это то, что я слышу. То, что я вижу. Таким образом игра с нами общается. Мне пока это бешено нравится. Это круто. На алюминиевом брелке написано «Танцы в тряпье». На кольце всего один ключ с цифрой один. Должен подойти. Энциклопедия. Энциклопедия это, видимо, мои знания какие-то. Надо будет потом в менюшке покопаться. «Танцы в тряпье». Гостиница с кафетерием в городской части побережья. Излюбленное место докеров. Завершаем беседу. Давайте курточку нашу. Ох. В карманах ничего не было. Так. У нас правая кнопка и «Таб» дают одинаковый результат. Это, я думаю... А что это такое? Что это за дверь? Это же не дверь выхода, я надеюсь, из квартиры. Погодите. Я хочу еще вот это забрать. А, нет, вот, вот это дверь выхода из квартиры. А что там тогда за дверь? Левая зеленая туфля. Блин. У нас, кстати, даже на пиктограммке одна туфля. Ключ от номера один. Это мы, похоже, в номере. Пустая катушка, одежда, инструменты, взаимодействие, предмет. Прикольный инвентарь так бегает. Так, хорошо. Что это такое? Журнал, карта, задания. Все, я понял, что это. Ё-п-э-р-э-с-э-т-э! А-а-а! Вы не офигели! Это ветки знаний. Ну, ветки скиллов. Логика. А, то есть у каждого... Все, я понял. Вот это с нами разговаривала логика. Вот это с нами разговаривает энциклопедия. Интеллект 5. Основа. Коронные навыки. Всего 6. Здравствуй... Здравствуйте... Все... А, задействуйте все свои знания. Щеголяйте интересными фактами. То есть энциклопедия, это именно наше знание. Риторика. Совершайте искусство... Совершенствуйте искусство убеждения. Наслаждайтесь интеллектуальными баталиями. Хм, кстати, тема. Я не знаю, как здесь будет что с дракой проходить, но вот мне нравится скачать именно таких персонажей. И с моторикой у нас, кстати, тоже все хорошо. То есть у нас с координацией нормально. Смотрите, 4. Ну, эквилибристика 3, правда. И все, 4, эквилибристика 3. Именно она нас подвела, когда мы пытались галстук снять. Ох ты ж ее. Так, сила воли. Держите себя в руках. Сохраняйте боевой дух. Ага, 1. Ясно. Эмпатия. Чувствуйте других. Задействуйте зеркальные. Так, ну эмпатия у нас, да. Да, авторитета нету. Полицейская волна. 41 участок навеки в сердце. Как и копкультура. Это странно. Внушение. Блин, внушения нету абсолютно. А это жаль. Очаровываете мужчин и женщин, вы их кукловод. Вот внушение я бы хотел бы. Может быть мне стоит качать еще и психику. То есть интеллект и психику. Моторика конечно хорошо, но мне кажется, вот интеллект у нас вкачан. Очки навыков. 5 из 100, смотрите. Да, да, да. То есть вот так у нас экспа идет. Все, я понял. Персонаж. Так, это у нас получается скиллы. Это шмотки. Это записи. Все. Более-менее определились. А, это там лампочку включить можно. Нет, 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 не хочу. Пойдемте вот эту дверь посмотрим. Она вам подсвечивается. Она не открывается. Понятно. Ладно. Нам бы вторую туфлю, кстати, найти. Я был бы не против. Вот вообще как-то. А в окошко нельзя глянуть? О, там можно что-то. Стой, иди сюда. Разбито окно. Окно разбито. В него задувает холодный ветер. Визуальный анализ. Успех. Круто. А мне за успех экспу дают? Нет? Просто успех, да. Осколки летели наружу. Чем бы окно не было разбито, удар был изнутри. Почему-то я подозреваю, что это наш второй зеленый башмак. Я разбил своими руками, посмотреть на руки. Я думаю, что руки будут целые. Тыльная сторона правой кисти изощрена сетью тонких шрамов. Но они старые. Вторым ботинком мы его разбили. Ну это ж понятно. Орудие скорее бросили, чем держали в руках. На полу нет осколков, а значит после удара оно в номер не возвращалось. Оценить размер дыры. Для пули дыра слишком велика. Для предмета мебели мала. Орудием было не очень тяжелое. Крупнее этого кулака. Второй ботинок наш зеленый. Второй туфель. Найден на тобой зеленый ботинок. Подходит к дыре по размерам почти так же точно, как и к ноге. По весу он тоже подходит, если кидать силой. Поздравляю, ты разбил окно собственным ботинком. Остался один. Если повезет, второй найдешь на балконе снаружи. Дверь должна быть недалеко от входа в твой номер. То есть, все, я понял, где мне его найти. Кстати, может это не я? Хочешь знать, кто... Хочешь сказать, кто-то другой снял с тебя ботинок и расколотил им окно? Я не знаю, как я тут проводил вчера время. Судя по этой пьянке. Логика. Эта скотина тебя еще и напоила. Причем средняя и успех. Логика у нас сработала. Стоит пойти забрать ботинок. Да, стоит. Новое задание, супер. Номер врывается холодный ветер. Пальцы в ногах поджимаются. Завершить беседу. Завершить беседу с самим собой. Прикольно. Квест по добыванию ботинка. Ох ты ж. А как мне на балкон-то попасть? В календаре открыт март 51-го года. Привет, начальник. Начальник? Классие. Местансовщица Аранская. Девушка подносит к кубам сигарету. Курить вредно. Напоминаю. Восприятие зрения. Глаза у нее карие. То есть успех. Я смог рассмотреть то, что глаза у нее карие. Хорошо. Лицо усыпано родинками. Ей не больше 28. Почему 28? Ну ладно. Там горит в районе 30, допустим. Но 28 очень точная цифра. Концептуализация. Сложно. Успех. Круто. Серебристый комбинезон. Похож на сверкающий чешуйчатый доспех. Это блеск целой. Это блеск целой череды барных вечеринок в ночном городе. Начальник? Вы на меня работаете? По-моему, нет. Я думаю, что это просто такое выражение. Ну ладно. Отвернуть распухшее лицо от ее красоты и просто пройти. Чувак просто не делал. Нет. Вот. Хорошо. Нет. Вопрос явно ее смутил. А, погодите. Понял. Водитель. А, девушка медленно качает головой. Так. Погодите. Быть может, начальник это художественное высказание. Первый шаг к официальной славе. Чересчур. Я, наверное, просто начальник какого-то отдела. Это мой псевдоним, так? Вполне вижу себя второстепенным исполнителем диска по прозвищу начальник. Нет. Ассорит на тебе в глаза. Просто вы полицейский. Ну, я начал подозревать, что я полицейский. Из описания навыков. Ну ладно. Догоните. А, блин, у меня нет нормальных ответов. Вы уверены? Да, если, конечно, вы не врали нам все это время, и весьма убедительно, она сновь затеяется все это время. Здесь четвертый день. По полицейскому вопросу с ваших же слов. Что это за вопрос? Поэтя ними, если честно, пока что в основном посвящали себя пьянству. В пьянстве сомнений нет, но похоже... Но похож ли ты на того, кто будет пить тихо? Наверняка она что-нибудь слышала. Мозги... Внушение сложно. 3% нет. Пусть знаешь, что ты ее хочешь. Физически. 3% на успех. Блин. Мозги, похоже, отшибло. Не помню никто и нигде. Ни что такое... Куприки, Неме. Ни на что похож ее звук. Почему я не помню, как работал копом. Да и вообще ничего не помню, кому в этом грешном мире хватило бы идиотизма пустить меня до охраны правопорядка. Вот. Вот это, наверное. Они... Она кивает. Ага. Но мне не отшибла способность подмечать, когда кто-то недоговаривает. Зачем я приехал? Какое дело расследует? Прежде чем ответить, она делает долгую затяжку. За гостиницей висит... За гостиницей висит наемник. В петле висит. А, значит я не ошибся в прочтении. Хорошо. Уже неделю. Наверное, кому-то здесь он наконец-таки надоел. Вот и вызвали копов. И что, что вы сразу не сказали? Гримасы. Да-да-да. Я не помню, как работал. Может из-за запоя? Поднимает одну бровь. Сигарета шипит. Зрение. Успех. Она не успела накраситься. Эта и утренняя сигарета выглядит усталой. Красота ее вянет быстрее, чем полагается в этом возрасте. Ну, из-за ее образа жизни. Уйти. Разумеется. Надо же сигарету. Осторожно, начальник. Полиция здесь не в почете. Спасибо. Скорость реакции. Когда она разворачивается, чтобы уйти, ты чувствуешь к себе какое-то... В себе какое-то шевеление. Что-то вроде инстинкта. Тяги. Да, тяга. Задавать вопросы. Ты будто уже миллион раз говорил эти слова. Ну, видимо, реально полицейский, кстати. Так, так, так. Она оборачивается, свет отражается в ее глазах. А если я не хочу... А если я не хочу задавать вопросы... Милучку. У меня есть пара вопросов. Да. Ну, вот это вот чисто полицейская фраза. И чем местным не угодила полиция? Вот это вот идеальный... Просто идеальный вопрос. Сейчас 51-й. 51-й. Ну, ладно. Давайте сменим тему. Просто реально чувак допился до того, что он просто обнулился полностью. Он не знает, где он. Он не знает, что он. Он только что родился из-за мебы, судя по нашему. Потому что мы читали в начале. Ваш номер недалеко от моего. Что-нибудь слышали? Обычный битламп. Она пожимает плечами. Громко играла диско. Ко мне кто-нибудь заходил? Не знаю. Услышать разговор оттуда... Она кивает номер 3. Невозможно. Громко играла диско. Да. Разные группы. Она поднимает бровь, ожидая, пока ты вспомнишь название. Нециклопедия. Успех. А, это... Да. Чем меньше мы скажем про ОО, тем лучше. ОО. Я тоже согласен назвать вот это ОО. Так что все хорошо. Нормально. У нас ОО прогремели. Я тогда была еще совсем девочкой лет 7. Life gets hard, but we go on. Напевает она. Как бишь оно? Все хуже жизнь. Ну то есть держись. Ну ты держись. А, держимся. Вот только обычно жизнь ограничивается той частью, в которой все хуже. Не так ли? Похож на то. Около 2 часов ночи диско умолкла и атмосфера сменилась. Атмосфера. Что произошло? Заиграла медленная, грустная песня. Что-то вроде органной музыки на репите. Играла довольно долго. Иногда вы под нее орали. Я пел вот это. Показать пустую коробку от записи Крошка-Церковь. Ну-ка. О, Экспа. Привет. Привет. Да, там была церковь, церквушка. Прям крошечная, крошечная, самая малюсенькая и одинокая церквушка в мире, а не песня. И еще. Что еще? О том, что теперь все не важно, что мы все одиноки, разобрать было сложно. Сама песня такая и мелодичная. Тихая и мелодичная. Но вы были, как раненые вепри. Я не поняла, что там вопли поверх оригинала. А что произошло потом? А потом вы начали вопить и разнесли номер. Уверен, что на меня не нападали? Давайте спросим. Нет, по звукам на драку не было похоже. Было похоже на то, что кто-то разносит собственный номер. Логично, блин. Вы разбили окно. Магнитофон, видимо, тоже. Песня оборвалась. Мебель, в общем, все в мясо. Рали, а потом подозревают, включились. Еще что-нибудь сделал? Пожалуйста, скажите. Пожалуйста, скажите, что больше ничего не делал. Слушаю с гордостью. Вот, вот это. Сделали, кажется. Вы прокричали, что не хотите больше быть такой вот тварью. Я могла послышать. Я могла слышаться, но фраза запоминающаяся. Потом я ушла, тогда все же затихло. Часам к четырем-пяти накивает. Вот и все. Ночка у нас была, видимо, очень даже... А что за место? Где я? В гостинице. Нет. Где мы в масштабе мира? Какой сейчас год, и где мы в масштабе мира? В Ревашоле. Ревашоль. Разжалованная столица мира. Сейчас, спустя полвека, после неудавшейся революции, управляют иностранные оккупанты, разбившие город на зоны. Город на зоны. Это ядро текущего источника момента. Ну, вы похожи на Ревашольца. На местного тусовщика уж точно. Ха. Судя по акценту, она не местная. Из ранее. Ранее. Это другая часть света. Спасибо, игра, что напомнила. Чем полиция-то не угодила местным? Я, в принципе, уже понимаю, чем. Ну, ладно. У докера... У докеров крутой нрав. Они сами себе полиция. Но, по крайней мере, здесь, на побережье, за весь город не скажу. Ясно, понятно. Спасибо. Давай. Удачи тебе. Завершаем беседу. Кстати. Ха. Есть F5. Есть F5. Круто. Похоже, она оставила в пепельнице отличный длинный окурок. Еще дымит. Ты же не хочешь, чтобы я его взял? Спасибо. На балкон надо попасть. На столе что-то есть. Кто-то оставил чаевые. Получены деньги. Вот балкон. Наверное. Ну, просто стеклянная дверь. Куда она еще может везти? Большинство спайтов 20... А, это... Это просто советы. Хорошо, я понял. Как ярко-то, черт побери! От запаха моря становится дурно. Найдите второй ботинок. Похоже, ваш зеленый ботинок. Да-да-да. Знаем. Карта обновилась. Зеркало. Ага. Недостаточной информации для полной карты. Вон, я уже вижу свой ботинок. Пойдемте, я дену его. Тебя омывает порыв соленого ветра. Ну, я где-то на берегу моря, значит, да? Вот и мое разбитое окно. Найдите второй ботинок. Выполнено самообладание. Две одинаковые туфли, отменно зеленые и бесстыжие змеи на коже. Они встретились снова у тебя на ногах. Я очень рад этому. Как близнецы-крокодильчики. Что-то не похоже они на обувь рядового копа. Кстати, да, крокодилья кожа... Самообладание. Очевидно же, что ты не рядовой коп. Как сидят. Остановлен боевой дух. Спасибо. Славно, удобно, гармонично. По правде сказать, они похожи. Единственное, что у тебя сейчас есть хорошего. У мужчины должна быть обувь и должны быть часы. Так что все нормально. Так. Ну, что же. Мы оделись. Чем я несказанно рад. Бонусы от предметов. У меня есть бонусы от предметов? Полицейская волна. А, пиржачок мне дает... А, концептуализм. Одежда как способ заявить о себе. И внушение. Руба... Блин, у меня от шмоток бонусы идут. Крутяк. Я что-то даже не заметил до этого. Эквилибристика. Что она дает эквилибристику? Так. Туфли. Самообладание. Эквилибри... А, слишком высоко. Ага. Минус одна эквилибристика. То есть они дают хорошее самообладание. Они еще и дебафами обладают. Что она дает минус эквилибристику. Все, все. Я понял. Минус внушение. Сомнительное омбре. Ясно. Нужно будет собирать вещи, чтобы... Стараться без дебафов. Я не знаю, если такое возможно. Ладно. Что мы знаем? Мы в... Уэрлинг. Название возможно. Стой, стой, стой. Ага, это нужно идти вниз. Все, я понял. Ох, блин. Ну, пока что это офигительно все выглядит. Я... Вот на данный момент я вижу, откуда у этой игры такие огромные оценки. Пока что все выглядит просто бомбически. Так. Местные не очень любят копов. Значит ли это... 26 градусов засушливо. Значит ли это, что мне нужно быть осторожней? Подергать ручку. Все, я пока не буду с ней разговаривать. Я считаю, что я с ней поговорил о чем только можно было. Выпущены в выходные издания истерическая газета Тромплемон. Заголовки на первой странице тебе ни о чем не говорят. Странно. Так. Тут я вроде как все сделал. Давайте вниз сходим, посмотрим. Я нашел свою туфлю, блин. Вторую. Все. Все. Там была рекомендация. Не хватает здоровья. Сюда обычно ставят текст песни. Ну это, как оно называется? Пипитр, по-моему. Если я правильно помню. Старый добрый микрофон для корокки. Так и ждет, чтобы кто-нибудь спел в него. Крутяк. Так, ладно. По крайней мере, здесь на меня не собираются набрасываться. Колонка, подключенная к радиоприемнику. Музыка, то и дело, прерывает помехи. Внутренняя империя. Что такое внутренняя империя? Надо будет почитать потом об этом все. При первой же возможности спой здесь, под корокки. Твои чувства требуют выхода. Люди должны узнать, как необъятна твоя душа. Ой, я понял, что это такое внутренняя империя. Просто по этой фразе. Моя душа необъятная. Моя душа скромна обычных размеров душа. Моя душа ничтожна. Точный кубометраж моей души. Неясен из-за похмелья. Это гениальная фраза. Конечно, сейчас точно измерить твою душу получится только извне. Ее должны услышать. По системе громкой связи. Это подтверждает мою свежую теорию, что я попавшая в переплет суперзвезда. Ой, блин, нет, нет, нет. С этой теорией я не хочу продолжать. Когда пробьет час, что мне спеть? Надо спеть песню с той кассеты про маленькую грустную церквушку. Очевидно же. Я думал, может спеть что-нибудь радостное. Что-нибудь из ОО, например. Нет, нет, не пой радостную песню. Это для дураков. Пой грустную, глубокую. Спойте караоке. Закончить с мыслью. Ладно. То есть вы серьезно? Это мое задание? Я понимаю, что не главное? Вам нужно найти катушку с достаточно трагической песней и послушать ее на магнитофоне, чтобы запомнить текст. После этого попросите управляющего кафе, чтобы тот дал вам выступить. Лучше делать это вечером, когда в баре больше народу. Катушка с грустной песней. У нас вот эта катушка, она пустая, да? Пустая катушка. А могу ли я на пустую катушку записать песню? Так, ладно. С этим надо будет потом разобраться. Что это? Предмет восстанавливающего здоровья. Супер. Я что-то подобрал. Кулер с водой. Крупный пузырек поднимается на поверхность. А, крупный пузырек поднимается на поверхность. Меню стерто. Единственное слово на доске. Понедельник. Вчерашнее меню написано женским почерком. Сегодня начал писать мужчина. Собственно, кто за барной стойкой и находит. Стой! Я хочу... С кухни доносится тихое вручение электрической и соковыжималки. Кто-то работает... Блин. Текст бы еще помещался, пожалуйста. Я был бы не против. У меня разрешение стоит мое родное и правильное от этого экрана. Ну ладно. Дверь закрыта на замок. Объявление до 13. Вход на кухню только для персонала. Музыка, кстати, приятная. Внутри виднеются атрибуты профсоюза. Плакат о забастовке красные вымпелы. Объявление. Зал зарезервирован для членов профсоюза. Откроется в 16.00. Блин, понятно. Этот автомат Королевства Пинбола не подключен. Пинбол автомат оформлен стандартной... Ро... Роялистской... Чего? Роялистской. Фига себе. Темный. И использует всюду от игровых залов до сигарет. Какие отличительные черты. Репрезентация истории прошлого века на уровне книжки с картинками. Надежда, что король вернется и вышвырнет прочь всех спекулянтов и мужеложцев. Мужеложцев. Ого. В общем, представь себе. Пластиковую желтую корону, где вместо герба логотип алкогольного бренда. Неплохо, кстати. Стоп, где дают такие короны? Ха-ха-ха-ха. Полагается в подарок упаковки из шести банок вермиллион Руа Диор. Собственное слово Руа Диор на короне и напечатаны. Мысли о короле и ушедшем в веке довольно занимательны. Не знаю, что с вами сегодня. Это называется предвековая ностальгия. Тоска по периоду до начала века. Она распространяется даже теперь, спустя 50 лет. Фига себе. Так, зеленые люди, с которыми можно поговорить. Зеленые человечки. Давайте мы еще по... О, я могу бегать! Чувак спит. Кто-то опрокинул бутылку Рому. Прекрасная темная жидкость вытекает из нее. Электрохимия. У меня с ней не очень, да? Когда ты видишь на прилавке пятна сладкого черного Рома, у тебя наворачиваются слезы радости. Он такой приторный и липкий. Аж умиление душу пронзает. Сколько ты уже на ногах? Час? Два часа? Никакого времени дерябнуть! Нифига! Не сейчас. Ой, прости, пожалуйста. У тебя есть дела поважнее, чем алкать капельку густого сладкого Рома с лимонадом и лимончиком? Лаймчиком? Да, или что там прибедняться? Просто чистого Рома? Может лизнуть перед... Никакого лизнуть! Ты что, чувак? Ты собрался слизывать со стола? Ааа! Закончить мысль. Все. Так, электрохимию больше не слушаем. Она советует всякий бред. Это же не выход. Это просто вывеска, да? Летний вход закрыт на зиму. Блин, это логично как никогда. Хорошо, бармен. О, какой ты красавец. Гард. Управляющий кафетерием. За прилавком разглядывает чучело морской птицы. Мужчина под 30. Чучело птицы, мужчина под 30. Нормально, йоу. Когда ты подходишь, он косится на тебя, а потом снова опускает глаза. Эмпатия. Просто неудача! Ааа! Ну что, у меня эмпатия вообще не прокачана. Очень, даже очень все у вас клево. Время светской беседы. Посмотрите на чучело птицы. Бело-коричневая морская птица лежит среди костеров и сохнущих пивных кружек. Ладно. Весьма приличное чучело. Одно из ее крыльев сломано. Мужчина пытается его починить. Кажется, птицу сорвали с плашки, на которой она висела на стене. Скорее всего. Уж не мы ли это вчера сделали? Средний успех энциклопедии. Это большой поморник. Знаем таких. Морская птица. Символ открытия островолийской изолы части света, где ты сейчас находишься. Зрение. Успех. На маленьком шильдике это и написано. Большой поморник. То есть мы сначала определили, потом прочитали. Да, бывает такое. Помогите с ним. Так, что случилось сначала, спросим. Слушай, вон ваш приятель. Он смотрит на дверь. Там постукивает вторая нога мужчина. Слушайте, вон ваш приятель. Он смотрит на дверь. Там постукивает ногой мужчина в авиаторской куртке. Мой приятель. В авиаторской куртке. Хорошо. Идите поговорить с ним, а? В смысле приятель? Он делает вид, что не слышит тебя и сосредоточится на птице. Спросить про ты бармен, это явно глупо. Ладно, ребятушки. Тогда с нашим приятелем пойдем болтать уже в следующей серии. В начале было довольно-таки непонятно. Теперь я более-менее начал понимать концепцию этой игры. Мне пока дико нравится. Пишите в комментах, что у вас... Какие мнения, что, как. Буду рад слышать от вас какой-то фидбэк. Было бы круто. А, диска Элизиум. Ладно, все, ребятушки. На этом пока у нас аус. Продолжим через пару дней. Всем удачи. Добра, бабра. Все молодших. Всем покеда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»